Моменты, связанные с учением, некоторые моменты связаны с учением. Если вы не возражаете, мы можем открыть, я думаю, достаточно знакомую для вас книгу, книгу Мишлей, книгу Притч. Здесь написано, ну, вы знаете, что одна из ключевых тем этой книги – это мудрость, ученичество, да? Поэтому мы могли бы много читать, а просто прочту некоторые места. Это 14 глава. Второй стих. Идущий прямым путем боится Господа. На чьи пути кривы, тот не брежет о нем, тот пренебрегает Господу. Из этой же главы. 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь – смерть. Т.е. ясно, что нам нужно принять. Правда? Но также ясно, что сами мы не можем определить, где же принять. Ясно, что никакой человек не может помочь нам. Потому что каждому человеку в той или иной мере те или иные его пути кажутся прямыми. Но когда есть то, что называется «кажется», то это значит, что этот якобы прямой путь уже направляет его в смерть. И это очень важный момент, потому что или путь – это путь жизни, или путь – это путь сны. Нет нейтрального пути, который ведет по нейтральному плютуру. Проходя по которому, можем с вами, как независимые наблюдатели, оценивать аберрайд. Оценивать этот мир – мир Божий. И объективно пытаться и даже объективно понесить пределы. Мы обязательно должны выбрать, какой путь выбираем. Это не тартология. Выбрать, какой мы путь выбираем. Что нам может в этом помочь? Четвертая глава. Первый стих. «Слушайте, дети, наставления Отца и внимайте, чтобы научиться разному. Я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповедения». На самом деле, это слова не бедные. Это тот, кого мы должны постоянно слушать. И по слову которого мы должны оценивать все. Со словом которого мы должны все оставить. И мы должны слушать, мы должны слушать, как наставление. Первое. Речь идет о слове Божьем написанном. Мы должны звучать для нас, как слово, сейчас и здесь, обращенное лично к нам, как нашего Небесного Отца. Второе. Мы должны быть внимательны. То есть мы должны быть настолько внимательны к этому слову, чтобы оно поглощало наше внимание. И мы должны не быть рассеянными, не сосредоточенными еще на чем-то, когда это говорит нам. Третье. Мы должны это делать так, чтобы научиться разуму. Что-то выражение «научиться разуму». Оно имеет смысл вот в таком случае. Если мы понимаем, что у нас самих разума нет. Что тот разум, который у нас есть, это не системный разум. Это разум просто душевный. А мы нищи духовно. Нам нужно приобрести ум миссии. Нам нужно входить в ум миссии. Нам нужно учиться его уму. Нам нужно преображаться в его образ. Вот чему мы должны научиться. Наше учение не должно быть сбором очередной информации. Наше учение не должно быть коллекционированием интересных фактов и замысловатых комментариев. Наше учение не должно быть интеллектуальным упражнением в развитии нашего IQ, интеллектуального коэффициента. Наше учение не должно быть мотивировано гордостью, желанием вознестись над другими. Наше учение не должно быть мотивировано тщеславием, желанием прославиться своей ученостью. Наше учение не должно быть мотивировано желанием доказать кому-то, что мы лучше кого-то или что мы лучше, чем о нас думали. Наше учение не должно быть стремлением доказать неким людям, плохим или хорошим с нашей точки зрения, что мы хорошие и что мы им покажем. И отец говорит, он обосновывал то, что сказано в первом стихе. Это потому, что я преподал вам доброе учение. Это потому, что я преподал вам доброе учение. И скажет, ну доброе учение. Мало ли доброе учение. Вспомните, что ответил еще юноша, который сказал, учитель добрый. Учитель благое – это то же самое. То же самое. Благое – это просто старославянское выражение для слова добрый, для понятия доброго. И так вот юноша обращается к нему и говорит, учитель добрый. А еще ему говорит, что же ты называешь меня благими добрыми. Никто не благое. Никто не добрый, как только сам Бог. Никто не может претендовать на истинную доброту, на истинную благость. Кроме самого Бога, который и есть истинная доброта и истинная благость. Мы с вами, мы можем соучастниками быть его благости, его доброты. Если мы исполняем то, что написано в первом стихе, мы можем быть добрыми учениками. И если мы то доброе, чем мы научили, то доброе, что мы услышали и впитали, то доброе, чему мы внимали и что преобразовало наш ум в разуме Ишуа, это доброе передаем другим, неповрежденным. Если мы передаем это неповрежденным, и опять-таки ставим цель не выделиться, не превознести себя, не доказать кому-то себя. Если мы не ставим свои лично-предские душевные цели, передавая то учение, которому нас научил благой Бог. Но мы благое, доброе учение стремимся передавать с его благими, добрыми целями. Тогда мы можем твердо стоять на непоколебимом основании, дожидать, что благодать Божия будет действовать в этом учении. И на самом деле не мы будем учителями, но единственный благой учитель Ишуа на самом деле будет учить напрямую и также исполнять. Самое правильное ожидание, когда мы передаем кому-то то, что приняли сами. Ожидать в то время, когда мы исполняем его волю ограниченным образом, потому что каждый из нас может исполнять его волю только ограниченным. Он сделает гораздо больше напрямую. И вторая половина второго стиха не оставляйте заповеди. И здесь говорится о том, что мало все это принять, мало во все это войти. Не только там согласиться, не только понять, но принять, глубоко принять, мало в это войти. Само по себе это значит, что мы начинаем это исполнять. Если мы приняли, мы исполняем. Но этого мало. Надо постоянством в добром деле оправдать премудрость Божию. Вы помните, как Ишева говорил? И оправдана премудрость детьми ее. Очень странное выражение. Мудрость Божия оказывается оправданной. Она оказывается правдивой для других людей, которые видят нас не просто говорящими, не просто читающими, но исполняющими слово этой мудрости. Тогда она начинает быть оправданной в глазах окружающих нас в любви. И очень важно, чтобы это было не спонтанно-импульсивное действие. Не только тогда, когда нам это удобно и нравится. Не только тогда, когда обстоятельства благоприятны для этого. Но и тогда, когда нет. Важно, чтобы мы не оставляли того, что мы приняли как заповедь Божия. Пятый стих. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Вы для этого здесь. Я для этого тоже здесь. Не как мудрый, не как добрый, не как знающий, но как нищий духом один среди вас, чтобы нам вместе искать богатство Божьего разума, погружаться, обогащаться и тратить. Седьмой стих. Шестой и седьмой. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. И опять-таки, ясно, что здесь не говорится о мудрости человеческой, говорится здесь о мудрости Божией, о разуме ищем. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Нам не нужно возвышать себя не только. Но когда мы будем искать Царство Божие, когда мы будем искать Бога и мудрости Его, когда мы будем ценить Его Слово превыше всего, то в свое время она, эта мудрость, в свое время Его Слово, питанное и проросшее в нас, будет поднимать нас. Оно будет подниматься от нас, и оно будет поднимать нас с собой. «Если мы прилепимся к Нему». Это слово, оно стало впоследствии очень известным иудейским термином «блекут» – «прилепление». Это цель очень многих искренних верующих, которые через тысячелетия истории иудеизма пытались приблизиться к Богу, подняться к Нему и прилепиться к Нему. Потому что на самом деле они понимали, что Библия ставит эту цель. Не просто узнать о Боге, не просто немножко приблизиться к Нему, но стать единственным. «Прилепиться». Помните это слово «потребляемся». «Да прилепиться». Что? Что? Вот они. Знаете, о чем идет близость? Очень серьезная близость. «Возложат на голову Твою прекрасный венок». Можно сказать, практически свадебный. Господь хочет венчать нас со Своей мудростью. Хочет соединять нас в свадебном торжестве со Своим Словом. В преддверии той великой свадьбы, которая ожидает нас возвращения. Доставит Тебе великолепный венец. Друзья мои. Особенно это ясно для верующих Нового Завета, которые провозглашены царственным священством. Хотим мы, не хотим, но мы все призваны быть царственным священством. Можно съезжать с этой привилегией, воспринимая ее как службу в армии Советского Союза. О которой говорили, что это великая привилегия. И все знали, что это постылая обязанность. Но на самом деле это великое, величайшее привилегия, конечно. И царям полагается венцин. То есть здесь вписывается так, как венцин. Получается. И дальше. Десятого стиха. Слушай, сын мой, прими слова мои, и умножится тебе лета жизнь. Я указываю тебе путь мудрости, и веду тебя по стызам прямым. Опять. Когда пойдешь, не будешь стеснен ход твой, и когда побежишь, не столкнешься. Крепко держись на ставление, не оставляй, клони его, потому что оно жизнь твоя. Не вступай на стызи ончестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. С восемнадцати стызи праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Оказывается, путь праведный сам излучает свет. Когда мы вникаем в мудрость Божию, она ведет нас. Слово его как светильник, как сказано в притче. Слово его как светильник для ноги твоей. И когда мы впитываем это слово, оно все сильнее и сильнее разгорается в нас. И оно делает наш прямой путь все прямее и ярче. Не просто потому, что он освящается, но он имеет свойства. Он сам сияет. это не просто метафор. Это конкретное пророчество Мессии, который сказал, я свет миру. Я свет миру. И еще он сказал о себе, я есть путь и истина и жизнь. Такое последовательность. Я есть путь, на котором вы раскроете истину и раскроетесь для нее. И когда это произойдет, вы войдете в жизнь и будете идти до полноты ее. И вот это путь, который весь свет. Поэтому это сияющий путь. Это не просто освященный путь. Это путь как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. И понятно, о чем здесь идет речь. По мере того, как мы восходим по этому пути, этот путь более и более светлеет до тех пор, пока по нему мы не зайдем на гору окончательной встречи. Когда мы полностью не соединимся до тех пор, пока мы полностью не соединимся с тем, кто есть свет, путь и истина и жизнь. Куда мы войдем, в его небесное расстояние. Там наступит полный день. Там наступит полнота того дня, который мы уже сейчас вошли. Который мы идем. Помните это звание пицца? Мы не сыны ночи, но мы сыны тьмы. Мы не сыны тьмы, но сыны свет. Но этот свет еще не разгорелся до полноты. И мы только идем, мы восходим к этой планете. И сам этот путь по мере восхождения к нему и приближения к цели. Он светлее и светлее и светлее. Ну и дальше знаменитые стихи двадцатого. Которые обычно учат в библейской школе. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твоё. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твоё. Потому что из него источники жизни. И из него источники. Вы опять вспоминаете слова еще о том, кто будет пить воду его жизни. У того из чрева потекут реки воды живых. Откроется источник вечной жизни в сердце твоего. Вот. Я думаю, что этого достаточно по книге притч. для нашего вступления. Но само еще вступление с вашего позволения не заканчиваю. там много говорится о мудрых, о глупых. И вы знаете, хочу сказать. До того, как Новый Завет с Израилем раскрылся, для глупых было мало надежды. Для глупых было мало надежды. Для глупых было мало надежды. Он или мудрый, тогда он еще может учиться и становиться еще мудрее. Или глупый, ну и тут мало что может принципиально изменить. В притче говорится, сколько не учи глупого он не поумеет. Во времена Ешуа, вожди тогдашнего иудаизма, особенно позже, они стали связывать мудрость с ученостью. То есть, не вообще с ученостью, а с формальной, с фалмудической ученостью. Хотя фалмуда как такового еще письменного не существовало. Еще не была придумана теория о том, что устная Тора была дана на Синае. Фарисеи не знали такую теорию. Знаете, что фарисеи не знали этой фантастической теории, что устная Тора была дана на Синае? Эта теория возникла только после разрешения фантастической теории. Знал это? Потому что я знаю, многие не знают искренне, многие учителя, они в курсе этого. Они думают, что это еще до лишнего рождения. Но, тем не менее, уже была талмудическая ученость. Уже много формального было в обучении тех иудеев, которые учились. И мудрецы, так называемые, а это понятие уже было, они отделяли ученых от невченых. Помните, как Голохвастов говорил? Вот тот, который ученый, он отличается от того, который невченый, как вот икода тот, который ученый, он поднимется на лаврскую колокольню и поднимется вниз, то те, которые не ученые, они для него кажутся такими маленькими, маленькими. как мать пардон крисы. И когда для то, который невченый, оно как белый, а для того, который ученый, но и будущие действия помните, что где дочка та папаша зеленый я. и будущая теща разумный, аж страшный. Я вам хочу сказать, это все уходит глубокими корнями в еврейскую старину. чтобы вы даже не сомневались. Поэтому многие стихи и притчи звучали как приговор для многих людей. И подавляющее большинство евреев было воспитано таким образом, что им и ловить нечего на этом поприще. Подавляющее большинство иудеев знали, они люди невченые, простые, глупые и никогда не понять великой премудрости в чем? Часть из них смирилась с им положением и просто знала. Вот как священники, как книжники скажут так они и справа. А некоторых это злило и возмущало. Но они не знали что с этим делать. Потому что все это как касты, это как сословия. И учиться нужно было начинать в юном возрасте. И долгое время на самом деле учиться принимали только богатый. Только богатый. Только обеспеченный. Даже в Талмуде есть отголоски этого. Постановление мудрецов о том, чтобы не брать венную учиться. Это совершенно серьезно это шутка. Можно это почитать. Конечно, были исключения, раби Акиева, например. Но он там чуть не умер от холода, пока подслушивал с крыши учения мудрецов. мудрецов. Я лечу это вам рассказываю. Уже проясняется дальше. Уже переходим к нашей теме. когда Ишуа пришел, он застал в народе это разделение. Это серьезнейшее разделение. На вченых и не вченых. На мудрых и не мудрых. Специфика была таковой, что не вченый априори по определению никогда не мог считаться мудрым в том иудейском обществе. Не знавший толкования мудрецов. Не только слово Божие, а толкование мудрецов. не знавший толкования на толкование. Не умевший проводить правильные галахические и агадические дискуссии. Вы же знаете, что это галахо, а что это гад. Не научившийся всему мудрецы, теоретически не мог попасть в разряд мудрым. Каким бы мудрым он на самом деле. Но среди ученых были тоже градации. Среди ученых могли быть просто умные ученые, а могли быть мудрецы. Но мудрецы должны были быть самыми учеными среди ученых. Если вы думаете, что я шутю, то пожалуйста, почитайте как можно больше исторической, еврейской или иудейской литературы. Вы увидите, что это именно точно так и было. вот эти градации среди ученых разделяли ученых по разным признакам. Конечно, мудрецы должны были быть не только сильно-сильно учеными, они еще должны быть действительно были быть талантливыми. У них должна была быть блестящая память. У них должно было быть быстрое соображение. У них должны были быть разные природные интеллектуальные дарования. Но при этом также у них должна была быть относительно праведная жизнь. Это нужно учить. Должна была быть относительно праведная жизнь. При этом праведность этой жизни в первую очередь определялась применением их ученостей. То есть исполнением всего свода заповедей таким образом, чтобы самая мелкая ритуальная заповедь была учтена и сохранена. мудрость мудрецов. И среди многих иудейских мудрецов бытовало такое убеждение, оно тоже сохранено в том мудре, что нельзя делать различия между западами. Были и другие мнения, но это было едва не господствующим. Не всегда, в очень большой период истории дают. Нельзя делать различия между заповедями. Не нам решать, какая заповедь важна, любви к ближнему или заповедь цицит. Нельзя предпочитать одну заповедь к другому. ну де-факто, потому что жизнь и жизнь мудрецам пришлось выработать кодекс. Какие заповеди можно нарушить, когда есть угроза жизни? Все-таки оказалось, что почти все можно нарушить, кроме трех. Но не в таких опасных условиях большинство мудрецов. важнейшие периоды истории и искренне считают. Мелкая ритуальная заповедь также важна, как заповедь спасения души Аида. Потому что заповедь спасения души язычников не было. именно души и таким образом то, что должно было послужить к объединению Израиля, то, что должно было послужить к распространению Божьего учения, Божьей Торы, не устной так называемой Торы, а истинной Божьей Торы, данной через Моисея и истинных пророческих писаний и истинного слова от Господа среди всех евреев и через них среди всех окружающих народов. То, что должно было послужить сплочению единой любви к Господу друг другу Божьего народа. Мудрецами, узурфировавшими постепенно власть над Израилем, стало орудием, было превращено в орудие разделения на касты и сословия. И вот приходит вещь. Он застает положение бел. Он застает положение бел, которое мы очень кратко сейчас обрисовать. Я, может быть, вернусь к этому еще. Потому что это напрямую касается нашей жизни. Ведения на Санкт-Петербурге. Вот он приходит и он знает, что отец он знает не только положение бел в Израиле, он знает не только такие извращения священнической и раввинской мудрости. Он видит не только эти внешние разделения, которые были вопиющими. В Талмуде сохранились описания остроты этих раздельствий. Хочу кстати сказать, что некоторые антисемитские издания цитируют высказывания мудрецов об Ам-Га-Арес народе земли простых евреев. Если где-то в иудейской литературе встречается это выражение Ам-Га-Арес это всегда значит не в челный еврей. Это ничего другого не значит. Это никогда не значит какого-то язычника в челного не в челного хорошего плохого. Это обязательно евреи. Так вот друзья была сильнейшая взаимная ненависть между Ам-Га-Арес и мудрецами и в челном. еще пришел как раз тот период когда это было в разгаре. это они были просто касты сусловия отделенные друг от друга. Кстати вы знаете что слово фарисеи прушин значит отделенные как вы думаете от кого отделенные от какого народа какого не в челного а по национальности по вероисповеданию какого на самом деле это отделение от своего народа вы должны понимать что это не было отделением от язычников потому что на то время когда появились фарисеи я не буду забирать хлеб тех кто учит вас истории еврейского народа но на то на то время евреи были уже очень сильно отделены от язычников и это было массовое отделение и фактически какого-то серьезного идолопоклонства среди иудеев уже не оставалось правильно я говорю Шердов и народ весь был отделен от язычников что неграмотный какой-то там пастух как раз неграмотный пастух был отделен иногда больше чем грамотный царь и дворец но это именно было отделение от народа во-первых не в чём и обратите внимание на второе то что я сейчас скажу от ритуально нечистого на самом деле вы помните что я сказал невчёный по определению не мог быть мудрецом он не мог быть мудрым пусть он будет супер мудрый он всё равно не мудрый для тогдашних руководителей это было исключено причём не только для фарисеев но и для саддукеев и для всех для любой духовной элиты Израиля того времени включая Итак мудрецов среди невчёных с точки зрения тех кто руководил духовной жизнью Израиля на то время не было ну и ещё одно среди невчёных не могло быть ритуально чистых не могло быть праведных с точки зрения хош саддукеев хош фарисеев хош есеев потому что ежели ты невчёный то ты не знаешь тонкостей галахи а если ты не знаешь тонкостей галахи ты не можешь их исполнять а если ты их не исполняешь ты нечистый ты нечистый ты не можешь быть праведным, а праведность для них не была понятием двойным, праведность нравственная и праведность ритуальная. Она была единым понятием, которое включало в себя и нравственные, и ритуальные заповеди. И причем иногда ритуальные струбились важнее. И на самом деле, на самом деле, очень сильны были те круги, которые настаивали, что некоторые ритуальные заповеди могут быть важнее нравственных. Не всех намного. Это очень странно вообще, это об этом, ну, как бы даже трудно подумать, но это так. Люди могли нарушать множество нравственных заповедей, но чтобы не скушать свинину, они готовы были помереть. Это реальность. Нам нужно это понимать. Итак, была в определенном смысле невидимая пропасть между разными слоями еврейского общества. И для простого народа, по большому счету, перспективы не было. Перспектива была вот какая. Подняться и разбогатеть. И тогда возникала надежда отдать своих сыновей в обучение. Фактически, даже если ты будешь разбогатеешь, станешь богатым, для тебя все равно уже надежда починить. Ты можешь только... для тебя надежда вот какая. Ты будешь содержать мудрецов, ты будешь давать деньги на обучение, ты будешь еще там жертвовать на храм, на священников. И через это как-то... Бог тебя помилует. Ну, через там исполнение заповедей. Но ты ведь все равно не ученый, ты амарец, ты все равно не можешь исполнять все заповеди. Ты не чистый, ты неправедный. Поэтому вот какая надежда. И плюс надежда для следующих поколений. Но если ты бедняк, так ты бедняга. Ситуация очень интересная была. Очень интересная. Один из моментов, когда Иешуа обличал фарисеев, вы пожираете дома вдов и сирот. У-у-у, это очень интересно. На одну и эту тему можно говорить очень много. Но тут нужно дополнительный материал. Это не просто какое-то такое вот обвинение. Это не значит, что у вдов и сирот, насильно забирают дома. Это значило, что вдов и сирот так обрабатывают, что те сами отдают свои дома. Те сами отдают свои деньги. Те сами отдают свое имущество. Мудрецам, знающим закон, знающим, что чистое и что нечистое. Мудрецам, которые одни только могут сказать, как нам жить, чтобы выжить. Итак, вот приходит Иешуа в это очень необычное общество, в котором, казалось бы, искоренено идолопоклонство, в котором, казалось бы, все верят в единого Бога Авраама, Ицхака и Якова. Он приходит в это общество. И он приходит с той же вестью, с которой перед ним пришел его двоюродный брат Иоанн, Йоганан. Покайтесь, пока не поздно. Совершите чеву, обратитесь от злых дел ваших, но только от всего сердца. Вы представляете? И ни слова о ритуальной чистоте, ни слова о формальной учености, ни слова о том, что как раз было на то время краеугольным камнем всякого обучения, всякого спасения, всякого понимания правды. Ни слова о том, что считалось единственным путем спасения. Очень-очень серьезный подход. Очень странный подход. И более того, он не ограничился тем, что вслед за Иоанном, будем так называть, предтечи по-старославянски. Он призывал народ к покаянию в целом. Основное острие обличений было направлено как раз против тех, которые претендовали быть солью и светом в земле иудейской. То, что он говорил своим ученикам, вы соль и свет, друзья мои, это не то, что придумываешь. На это претендовали мудрецы, на это претендовали вченые, на это претендовали священники. Быть солью и светом. Солью и светом. Вы знаете, что сейчас говорят раввины и их ученики в Израиле, многие из которых поколениями не работают и учатся, 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 учатся. Они говорят, что они изучают Тору. На самом деле, они, конечно, Тору не изучают. Многие из них вообще никогда, кроме как по свиткам, в синагоге, Тору не читали, а читали они ее только через комментарии к ней. И читая комментарии, они читали те места в Торе, которые комментируются. Многие из них пророков не читали ни в каком виде. Из Писаний читали Тегилим, Псалмы. Читали кое-что из Мишлей и полностью книгу Эстер, которую каждый год на Пуре обязательно читают от начала до конца. И это Митсвам. И он вошел прямо в гущу этих разделений. Он вошел в среду, которая должна была быть единой, но на самом деле единства не было и в помине. Много было разделений по социальному признаку, по экономическим признакам, по политическим, но во всем этом участвовала религия. И опять же, еще раз говорю, на то время в израильском обществе разделение между вчеными и невчеными проходило через все. Через все. К этому разделению, с этим разделением были связаны и экономические, и политические, идеологические, религиозные изменения и разделения. Очень важно это понять. Почему важно? Потому что слова еще об учителях народа, об учителях Израиля, об учении, об учениках, они становятся по-настоящему понятны именно в этом контексте. если мы говорим с вами о мессианской теологии, если мы говорим вообще с вами о теологии, то есть о богословии, да, даже если это не мессианское богословие, а просто христианское богословие, то все равно корнями оно уходит в богословие того времени. Так или иначе, оно появилось и вырастало из той еврейской среды, куда вошел Иешу. И вошел он уникальным образом. Он вошел как учитель высокого уровня. Он сразу проявился как учитель высокого уровня. И это просто потрясало людей. Не только других ученых, мудрецов и прочих, но это сразу потрясало других учеников. это сразу потрясало простой народ, который собирался в синагогах. Потому что каким бы он простым ни был, но они все слушали Тору, они все слушали пророков, они все слушали Писание. И те, которые не могли читать, тоже слушали. И они многое знали. И они интересовались комментариями, они интересовались замечаниями духовных вождей, они интересовались постановлениями священников, потому что именно эти комментарии, именно эти постановления определяли применение Торы в конкретных условиях тогдашней жизни. Для них это было жизненно важно. И кроме того, среди иудеев уже в то время считалось хорошим тоном вообще чему-то учиться. Древняя иудейская традиция учиться, учиться и учиться. Поэтому дедушка Ленин с дедушкой Бланком учился, учился и учился, но так, к сожалению, ничему толком не научился. Вот, об этом апостол Павел уже писал, говорил, что вот есть такие, которые постоянно учатся, учатся и никак не могут научиться. вот и вот эта тяга к учению и вот это уважение к учителям и мудрецам это очень хорошая черта. Правда? Если люди знают, что главный их учитель всегда Бог, главный их учебник Слово Божье, а учителя смиренно смотрят на себя, просто как на каналы Божьего учения, понимая, что они сами могут это учение загрязнить и исказить. Постоянно сверяются это учение с Божьим Словом в Духе Божьем и всю славу за успешное учение отдают единому Богу. При этих условиях это здорово и прекрасно. Но как раз суть обличения еще сводилась к тому, что ситуация стала другой. Как раз суть обличения сводилась к тому, что в тогдашнем израильском обществе учителя учили, чтобы возвысить себя, сделать себе имя, доказать свою личную правоту. Учителя делали их собственное мнение мерилом правильности всего другого. учителя традиции своих учителей ставили выше Слово Божье и исправляли по своим понятиям Слово Божье. Естественно, это привело к ситуации, когда народ Божий подавляющим подавляющим большинстве веровавших единого Бога, подавляющим большинстве стремившейся жить по Его заповедям, подавляющим большинстве на то время отвергнувшей всякое идолопоклонство, тем не менее, тем не менее, оказался в стороне от прямого пути. Ему внушили, что те пути, которыми вели евреев, это прямые пути. А Господь показал эти пути и ведут к смерти. Это очень важно для нас, понимаете. Смотрите, народ Израиля единственный Божий народ. Люди из других народов, которые хотели спастись, которые хотели войти в предназначение единого Бога. должны были либо войти в народ Израиля, либо быть рядом с Ним. Так называемые боящиеся Бога, которые не приняли обрезание, не исполняли ритуальный закон, но верили в единого Бога Израиля, были в общении с иудеями, верили в Тору, верили пророкам, верили Писанием и стремились исполнить нравственные заповеди. Вот это те категории людей из разных народов, которые могли рассчитывать на Божью милость и на спасение и на спасение. Все. Никакой там церкви, никаких других порядков. Вот здесь сосредоточена вся истина. Вот здесь только им доверено слово вот у них великие благодатные преимущества, как написано в послании к имаме, правда? Великие преимущества. Сказал, что еще хотят? Живи, радуйся, гордись тем, что ты евгей и по мере сил черпай мудрость мудрецов. И приходят разные возмутительные. Сначала есеи, которые говорят, что и саддуки, и фарисеи извратили путь истины и осквернили храм Божий ложью и поэтому нет смысла в служении в храме Иерусалимском, нет смысла в посредничестве каганин, священства, нет смысла в следовании за фарисеями. И они уходят в пустыню и не удаляются от общества израильского. Затем приходит Иоанн, который тоже уходит в пустыню. В пустыню зовет себе народ для покаяния, для обращения для отшивы. Говорит, покайтесь, потому что вся ваша внешняя праведность вас не спасет. Покайтесь от сердца, принесите плод покаяния. и говорит это в первую очередь вождям народа, книжникам, парисеям, некоторым саддукеям. И наконец затем приходит сам учитель с большой буквой, которого народу представляет Иоанн и говорит, я не достойно развязать обувь на его ногах. Не достойно развязать. То есть, что это значит? Раб развязывал и потом омывал ноги. Да? Иоанн говорит, между мной и им такая дистанция, которая больше, чем между последним рабом и господином. кто же он? И вдруг Иоанн говорит, вот Агнец, берущий на себя грех мира. Пасхальный Агнец. Люди в шот, в ученики Иоанна. Понимаешь, что перед ним такая личность, которая превосходит предшествие. Если Иоанн принес свежее откровение, которое подпросило народ, которое перевернуло жизни тысяч людей, то это тот тоже он. Несравненно выше Иоанна кто-то. И он начинает учить. И он начинает учить, причем учить с властью, которой не было у Борисеева книжников. Все поражены, потому что никто из них не учился такой власти. Они все ссылались на мнение, на традиции других учителей, других книжников, других комментаторов. на самом деле они делали свои мнения выше даже Слова Божьего, когда им это нужно было. Но все это они делали так, что людям было видно у них самих властей. А это действует с очевидной властью. И потом эта власть начинает подтверждаться чудесами и знамениями неслыханными даже в Израиле, в котором знали Божьи чудеса и знаниями. И этот учитель, который пришел от Бога, помните Никодим сказал, мы знаем, что не может никто творить таких чудес, если он не от Бога. поэтому мы понимаем, что ты учитель от Бога. Этот учитель начинает наставлять людей в основах как бы нового учения. и он говорит, что никого не называйте учителем, потому что есть у вас только один учитель. Да? Есть у вас только один учитель. отец говорит, учитель я. И это в контексте никого не называйте отцом, если у вас только один отец. Ничего себе. Вот это да. Что Кто же делает? Кто же он? И начинает он обращаться в первую очередь не к фарисеям и книжникам, а как раз к тем амарец, к тем простым и глупым людям, которые были фактически безнадежны с точки зрения фарисеев и книжников. Он начинает говорить с нечистыми так, как будто бы я нечистый. Нам очень трудно понять, что фариси буквально физически отделялись от народа, потому что народ физически был для них личный, физически, потому что народ не соблюдал все таких ритуальных законов. А ритуальные законы умножались. Ритуальные законы умножались. Друзья мои, никто сейчас даже близко не может исполнить кэшрук. Потому что современный кэшрук – это отдельные остатки того кэшрука, который был в древней времени. Тогдашний кэшрук – это была цельная система жизни. И настоящий кэшрук можно было соблюдать только в земле Израиля. Кто это знает? Только в земле Израиля. Потому что земля Израиля уже, по постановлению мудрецов, сама имела высокую степень чистоту. А остальные земли нет. Но самое главное – стоял храм, центр всех жертвоприношений. И только через эти жертвоприношения очищались не только люди, но и все, что принадлежало людям. Без этих жертвоприношений, без трумы, без десятин, без приношений все было нечисто. Там были еще целый ряд постановлений, которые делали жизнь и идея очень трудной. Но теоретически можно было выдерживать эту систему. А если не получалось, то следовали жертвы, очищение, омовение, одно из главных пепел рыжей телеси. Потому что он снимал едва ли не самую сильную ритуальную нечистоту, нечистоту мертвого тела. Ну, вы, наверное, что-то знаете. Вот. И это была стройная, всеобъемлющая система. Дома. Сейчас от нее остались кусочки. Кусочки. Да и то, на самом деле, знающие люди в иудаизме, они-то знают, что эти кусочки тоже неполноценны. Потому что, ну, вы не будете есть свинину, вы не будете есть то и все, и пятое, и двадцатое. Но все равно на самом деле без трумы все продукты так или иначе нечисты перед Богом. А труму можно было по-настоящему приносить только в храм и отдавать только священникам. Вы знаете, что десятины как таковой в синагогах не существует. Они, раввины, не имеют права брать десятин. Понимаете? Поэтому сейчас попытки исполнения кашрута ну, это просто как личное желание человека там выразить что-то Богу. Если это как желание выразить что-то Богу, желание там подчеркнуть свою верность еврейскому народу или там это хорошо, это нормально. Но ни в коем случае это даже теоретически, даже с точки зрения самого иудаизма не может абсолютно дать ничего в плане спасения. Потому что невозможно соблюсти кашер. И когда говорят, сейчас знаете такие маразмы типа кошерный еврей не кошерный это отголоски вот тех парисейских верований сдукейских. Но на самом деле это настолько смешно для человека, который хоть немного ознакомился с этой системой. Это просто для людей, которые вот они решили тупо верить в современный иудаизм. Не Богу, а в современный иудаизм, в эту религию, которая ничего ни общего не имеет с библейским. и для них они там уже слушают, что раввины распространяют эти выгодные им мифы и повторяют и думают вот мы в курсе этот кошерный все абсолютно не кошерные. Ни один честный раввин, ни один честный иудей ортодоксальный не взойдет на крышу храма, не взойдет на храмовую гору. Потому что все знают они нечисты. Они не имеют права туда входить. Где бы там ни находилось святилище, но это храмовая гора. Не то, что во святилище. Даже уже в ближний двор не имеют права входить. Ни один искренний иудей, потому что они все нечисты. Это маленькая справка просто. Но тогда была теоретическая возможность это все соблюсти. Но вы знаете, сколько было фарисеев перед иудейской войной конца шестидесятых годов? Вообще, сколько всего было фарисеев? Вы знаете, цифры? Кто есть во Флаве читал, знает или какой-то справочный кто знает? А? Да. До шести тысяч. В Саддукеев было несколько меньше. Это всего по всей стране. Это вот те, которые соблюдали. Это не только учителя. Это все прушим, которые были подтверждены как настоящие прушим. Настоящие отделенные. это вот те, которые считались соблюдавшими. Вы можете себе представить среди миллионов людей? Потому что остальные не тянули, не могли, даже не могли претендовать на соблюдение всей этой системы Кашу. Не тянули, не могли соблюдать. И сами это осознавали. Зато эти тысячи, они чувствовали себя солью и светом. Элитой духовной. И страшно гордились своей вот этой. Я не говорю, что все так сильно гордились, но гордость была очень распространена. Очень распространена. И о фарисейской гордости ходили легенды, анекдоты, шутки. С одной стороны, среди садукеев, с другой стороны, среди исеев, и уж, конечно же, среди простого народа. Были, конечно, среди фарисеев действительно люди потрясающей искренности перед Богом, которые понимали, что они на самом деле все равно не могут соблюсти все требования собственной фарисейской праведности, даже при условии жертвы и очищения. И они, конечно, вели себя смиренно, значительной мере. Это точно смирение с некоторыми оговорками, даже у самых смиренных. Но остальные тащились, остальные чувствовали себя на такой высоте, что они оставили через своих учеников заповеди, постановления такого рода. Не селись рядом с Амгарец, проклят он. Лучше селись рядом с язычником, чем с Амгарец. То есть лучше селись рядом с идолопоклонником, чем с простым невченым евреем, который верит в Бога Израиля, но не соблюдать. Не выдавай дочь замуж за Амгарец. Не позволяй сыну жениться на дочери Амгарец. Ибо проклятие придет в твой дом и так далее, и так далее, и так далее. Есть вообще крайнее высказывание, которое, я думаю, все-таки нельзя понимать буквально, вплоть до того, что там, если увидишь Амгарец, который там стоит над пропастью, столкни его в пропастье и тому подобное. Чуть ли не призывы к убиению простых евреев. Конечно, это не имею в виду убийство всех простых евреев, это понятно, но это показывает ненависть многих парисеев к простому еврейскому люду, отвращение от него, потому что они нечистые, нечистые, нечистые. Там была очень сложная ситуация с праздниками, потому что на праздники стекались в Иерусалим массы сотни тысяч простых евреев. И для парисеев это было трудное время, потому что трудно было не скверниться этим. Например, были выработаны правила беседы с Амгарой. Нельзя было, чтобы дистанция была меньше определенного количества метров. Знаете почему? Потому что слюна при разговоре могла попасть, а слюна Амгарец оскверняла истинного парисея или каганин священника и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поверьте, что я это не высчитал в христианской литературе, я это высчитал в конкретной иудейской литературе. И эта литература есть на частично кое-что уже есть на русском языке. чтобы вы могли проверить и разобраться на этом. Пришедший в такое общество Иешуа начал вести себя в невероятном скандальном образе. Понятно, почему уже Иоанна они отвергали. Потому что Иоанн не делал различия между ними и простым народом. И более того, он подчеркивал, что те, кто считают себя солью и светом, те, кто считают себя сливками еврейского общества, они должны, именно они особенно нуждаются в Пустье. Это возмутительно. Вы представляете, сейчас вот приходит, например, православную церковь, человек, которого признает православный людьм, массовый, который считается святым, старцем, и начинает призывать православную церковь покаяния. И когда ему идут священники, приладки там, идут делегации, которые вроде бы хочет выразить ему почтение, он говорит, а вы первые нуждаетесь в покое. Не думайте бежать от будущего гнева. До всех внешних выражений принесите плод истинного покаяния своей жизнью. Как вы думаете, как отреагировало бы православное духовенство? Вы понимаете, да? То есть, поэтому, конечно же, понятна позиция Борисеева и Садукеева в отношении Иоанна. Начало служения еще не было таким возмутительным. Единственное, что чудеса и знамения невероятные, которые Иоанн не делал и которые никто не делал. Это уже одно насторажение. Но он вел себя более миром поначалу. Потом странное предпочтительное отношение к простому делу. Я повторяю некоторые вещи, потому что они важны. Странное предпочтительное отношение к ни в чем. И учение, которое переносило акцент со множества ритуальных заповедей на заповеди, относящиеся к сердцу человека. Учение, которое в котором почти ничего не говорилось о ритуалах и обрядах. Именно ритуалы и обряды это были основа власти священников, книжников и фарисеев. Именно на изучение галахи системы обрядности и ритуала в первую очередь. Не только этого, но в первую очередь ритуала и обряд. Ритуальных постановлений, запретов и так далее. Именно на изучение галахи было направлено в первую очередь учение тогдашних мудрецов, к какому было деление. И вот этот новый странный учитель, провозглашенный Иоанном, учителем такой большой буквы, он ведет себя совершенно по-другому. Он переносит акцент с этого на область нравственности, на область личных отношений каждого еврея с Богом и с другими евреями. Это уже шок. Затем он позволяет простым евреям подходить к нему близко, обступать его, идти за ним и называет их учениками. Но они не могут быть учениками, пока они остаются амгарец. Пока они коренным образом не изменили свою жизнь, пока они не вошли в какую-то из индейских школ, которые господствуют. Мы знаем про две основные школы Гелеля и Шмая, но это просто господствовавшим школам еще куча различных. пока амгар не отрекся от своей обычной жизни, пока он не посвятил себя изучению постановлений мудрецов и комментариев он оставался ничем пока он не стал исполнять скрупулезно все ритуальные уточнения он был чист настоящий учитель не мог называть такового своим учеником не мог позволять подходить к себе близким не мог обнимать и так далее и так далее разве что нужно было спасти жизнь этого человека разве что а так это спирнение а это дело и более он странным образом не сверял свое учение с позиции главных мудрецов и учителей и мало того его как бы не волновало что они думают его учения он не только не входил в обычную систему парисейско саддукейской жизни но он не принадлежал и киесеям он был как бы сам по себе и вел себя настолько независимо и настолько оригинально настолько нестандарт что это не могло не возмущать тех кто претендовали быть светом землеизрации и опять и опять вопрос ученического вопрос обучения вопрос методологии учения вопрос цели учения вопрос результатов плодов учения становился крайне важным для чего чему он учит этот раби этот учитель какие условия он выдвигает перед учениками куда он их вообще ведет какой цели чего он хочет от них добиться дорогие если вы посмотрите евангелие не дают вам исчерпывающие ответы но ответ если мы представим себе то время шокирующие 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 тот который сам учился ставит себя выше всех учений одно но это вы помните где же он учился сам у какого раби это вопрос обязательно никакой раввин не имел права называться раввин учителя если у него не было учителя с известным именем уважаемого в среде учителей от которого тот перенял религиозную традицию этого родина или школы возглавляемой тем родином здесь ни школы ни специального раввина учителя ничего и в то же время авторитет такой как ни у кого и мало того претензия на то что в абсолютном смысле только он может называться учитель ясно что постепенно именно у тех которые были против него глаза начали открываться на то кем он себя считал вы помните если самарянка получил откровение если шимон получил откровение прямо от отца то именно враждебно настроены по отношению к нему поняли что он причисляет себя с такой властью такой независимости с такой силой с такой оригинальностью он провозглашал древнее еврейское учение учил древней торе которая в его устах становилась новой новая тора новое учение новый договор новый завет если вы почитаете пророчество и сравните с тем что говорил ешуа он как раз напирал он все время подчеркивает именно то что в вашем сердце определяет перемена в вашем сердце это необходимые и достаточные условия для того чтобы вы стали настоящими божьими детьми детьми не просто по плоти детьми неформально детьми не религиозно но реально в духе по вере он прямо ссылался на пророчество о новом завете практически с самого начала на разные лады то есть если вы услышите разговоры о том что это апостол павел придумал новый завет или там еще кто-то что вот только в конце перед смертью ушел заговорил о новом завете и вообще вот все эти коренные изменения это произошли уже после того как он ушел а сам он был не такой не верьте этой ерунде потому потому что сам еще как только начал учить повел людей к новому завету к новому завету это очень важно очень важно нет разделения евангелия деяния послания понимаете это не разные библии это все входит корпус новозаветник писания и во всех их совершение раскрытия нового завета проявляется уже на первой стороне итак пришел учитель возвещает новое учение которое из древней тора но обновленное древнее учение древняя тора древний завет но каким-то пока небес минум невероятным загадочным образом преображенное так что люди понимают он говорит так и говорит никто до него он учит так как не учит никто кроме него и здесь мы подходим к очень важному моменту еще подводит к тому что наступает новое время перемена в сердце может и должна происходить у каждого человека и не внешнее обучение не просто сбор ортодоксальной информации не просто скрупулезное выучивание книги левит вы знаете что обучение мальчиков то время начиналось заучивание на память книги левит это считалось самая важная книга выучивали на память изучали разбирали в первую очередь книгу левит твойка почему эта книга по русскому названию понятно что эта книга она вся посвящена законом центр которых храм и священство там акцент делается на храмовом служении все остальное как бы исходит из этого вращается вокруг этого питается и вот с этой книги начиналось изучение тора и пока мальчики не запоминали наизусть книгу левит те которые учились и пока они не были проверены в том что они понимают это не шли дальше вы знаете что и говорить говорить как бы как будто бы разделение на Когамин, Левитов, Исраилитов, три основные категории народа, на которые он считался разделенным от Бога. И вначале так и было. Но вы помните, что это разделение, это не было совершенным образом. Кто помнит, что разделение на священников, левитов и простых, так сказать, израильтян, это не было совершенным в его любви сначально? Кто помнит? Вы можете об этом прочитать. В частности, в книге «Исход» вся история с Золотым кельцом. И другие параллельные места показывают. Вы можете это прочитать в языке Иля, например, в 20-й главе. Это не было совершенной воли от Бога. Но на то время считалось, что это непреложная, совершенная воля от Бога. И вот учитель, который как бы игнорирует это разделение, и который центром своей деятельности, своего учительства делает как раз самую низкую категорию иудеев. А среди этой низкой делает еще низшую среди низких, не ученых израилитов. Потому что Амгаретс, это не просто израилит, а это вообще не ученых израилитов. Он рассматривался как Духовный мир его и все. И он был таковым. Он принес, он совершил взрыв отношения к учению, к ученичеству и к мудрости в израильском обществе. Он не первый, кто начал говорить об этом. Этот взрыв, происшедший через Ешуа, был подготовлен другими искателями Бога, искренними искателями истины в еврейском народе. Но совершен он был через Машех. И вот здесь как раз, здесь как раз, друзья, начинается раскрытие мессианской теологии. Здесь как раз начинается раскрытие мессианской теологии. Которая впоследствии, конечно, разделилась на христианскую и мессианскую, а потом от нее осталось только официально христианскую, которая в сочередине разделилась на множество появивших. Ну, первоначально это было одно богословие, одна вера, одно учение. И это учение ясно утверждало. Нет тех, которые глупые, и тех, которые мудрые. Все глупы перед Богом. Нет тех, которые сильно ученые, и благодаря этому они выше остальных. Все невченые перед лицом живого Бога Израиля. Нет тех, которые особо знающие, отчасти знающие и вообще не знающие. Все не знающие. На самом деле. Если кто-то думает, что он знает, вы помните, да? Значит, он ничего не знает, как следует. И какой же выход? А вот благодаря такой исходной позиции есть выход для всех. Казалось бы, такое отчаянное начало. Но потом полнота надежды для каждого. Потому что нет таких глупых, которые не могут приобрести Божью мудрость. Нет таких незнающих, которые не могут войти в Божье знание. Нет таких невченых, которые не могут научиться. И что для этого нужно? Смириться перед Богом. Признать свою слепоту, непонимание, незнание. И возжаждать Его единственной мудрости. Его понимание. Его Слово, как оно есть. И когда Иешуа говорит в Евангелии. Очень странные вещи. Славлю тебя, Отче. Вы помните это, да? Господи, небо и земли. 11 глава от Матфея, 25 стих. Что ты утаил это от мудрых и разумных. И открыл то младенство. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Это не значит, слушайте, что Иешуа против мудрецов. И отец Израиля не любит ученых евреев. Как некоторые понимают. Понимали тогда, кстати, потому что среди Амгарец была тоже сильная вражда против ученых. И она иногда тоже перерастала просто в ненависть. Раби Актива говорил, который был за сорока лет полным Амгарец. Только потом начал учиться. И стал великим светочником. Раби Актива говорил, когда я был Амгарец, я бы встретил ученого раввина, то я бы его зубами запросил. Ясно, что это тоже он, конечно, утрировал. Ясно, что он не был такой живодер, кровожадный, кровинской крови. Но он просто объяснял, какую ненависть он испытывал. И многие простые евреи к вот этим отделенным и возвышенным, якобы над ними, мудрецам, книжникам, фарисеям и садакеям. И вот смотрите, Господь никогда не испытывал ненависти. Он их так же любит, как любил и любит, как и остальные. И сейчас Господь любит раввинов, так же, как любит простых евреев. Некоторые думают, что он ненавидит раввинов. Нет, он любит раввинов. Вы понимаете? И он очень бы хотел их научить. Но он их не будет учить на их хвостах. Он не будет учить на их хвостах. Это не. На самом деле не Бог прячет свою мудрость от мудрецов. Но мудрецы в своей мудрости прячутся от мудрости Бога. Много нестисания подтверждает это. Но достаточно взять 1 Коринф 1 главу с 18 стиха. Ибо слово о кресте для погибающих безумие, глупость есть. а для нас спасаемых сила Бога. Ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергнут. у какого пророка заимствовал это пророчество Шимон, ой, раби Саул, апостол Павел. У какого пророка? У Исаии. А можно посмотреть. Вы пользуетесь этим справочным аппаратом, который тут же в Библии между колонками. Это недостаточно, но уже полезно. 20 стих. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Это 1 глава 1 Коринфянам 20 стих. 1 Коринфянам 1 глава 20. Посмотрите. Вроде бы здесь Бог сам плохо относится к мудрости мудрецов, к мудрости книжникам, к их самым изощренным вопросам, к их системам, к логическим построениям. Но на самом деле это не Бог неплохо относится. Это 21 стих. Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога при мудрости Бога, то благо угодно было Богу юродство, безумие, в украинском переводе дуристи, проповеди, спасти верующих. Итак, все дело в том, что когда религиозные мудрецы, книжники, учителя, раввины, отказались познавать Бога в его премудрости, то есть мудрости, превосходящей всякую мудрость, когда они закрылись от этого в своей маленькой мудрости, которая давала им иллюзию своего превосходства над немудрыми девчонами, тогда Бог повернулся к тем, у которых не было этой предвзятой системы, те, которые понимали, что они глупы и что они ничего толком не знают, те, которые не имели религиозного, идеологического, информационного базиса, с которого они могли бы пытаться диктовать Богу, как он должен их учить и для чего. То есть причина на самом деле не в Боге. Причина в этих мудрецах, причина в религиозных экспертах и специалистах, причина в тех учителях, которые думают, что они такие ученые, что и которые считают, что ученые дают им право на многое такое, на что у них права нет. Поэтому Ишуа говорит, славлю тебя отче Господи неба и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных и открыл дом младенца. Потому что смотрите, друзья, если бы Господь продолжал апеллировать именно к мудрым, именно к тем, которые считались разумными и по человеческим понятиям превосходили своими интеллектуальными качествами других, если бы Он пытался подстроиться под их понятие о мудрости, под их желание и нежелание, под их гордость, превозношение и комплексы. Потому что всегда, вы знаете, за гордостью мудрецов прячутся и комплексы те или иные. Если бы Бог продолжал пытаться через них обратиться к народу, то было бы большой горы. Понимаете? цуррец были всем и мудрым и девченым. Она в одном из главных пунктов была революцией обучения в народе Израиля. Это, конечно, вас касается очень остро, как и всех учащихся. революционного и мы говорили о том, что часть этого революционного подхода заключалась в приоритетном обращении именно к тем слоям еврейского народа, которым обычно не обращались мудрецы учителя раввина. И мы говорили с вами о том, что Бог в лице Ишуа не отверг мудрецов, не отверг событий, не отверг хоресов, но он отверг их горделивый, самоуверенный, религиозный подход. И у них был вывод отвергнуть его вместе с Богом или во что бы то ни стало держаться в нем. когда большинство их выбрало второе, то они сами оставили себя в положении отверг. И если бы Господь продолжал обращаться в первую шрифти и продолжал связывать себя необходимостью добиться признания именно у этих духовно господствовавших, начальствовавших в Израиле, то он бы перекрыл себе доступ ко всему народу. И поэтому Ишуа славил Отца за то, что Отец это не Бог религии. Отец это не Бог иудейской религии. Это не Бог парисейской религии, не Бог саддукейской, не Бог есейской. Это не Бог христианской религии, это не Бог мессианской религии. Это суверенный любящий Бог, который взывает к каждому. Но когда те, которые должны были бы первые услышать и принять его призыв отвергают его он не отчаивается он не разочаровывается бог не падает в обморок но он просто обращает свой призыв тем то ничего не стоит в глазах власть имеющий он обращается к так называемым маргиналам он обращается к тем кто на периферии общества он обращается к тем которые по понятиям даже единственного божьего так сказать общества в тогдашнем мире были глупыми ничем и окончательно это чудо мы опять же не представляем себе какое это было чудо в глазах тогдашних людей для одних это было отрицательное чудо для других это было чудо с огромным плюсом тех которые думали что у них монополия на знание них монополия на духовную информацию них монополия на учительство у них монополия на духовное наставничество на водительство народа для тех это просто шокировало и возмущало это подрывало основы власти основы влияния формального и неформального это подрывало их религиозные понятия, это подрывало их религию. Поэтому они искренне и от всей души, когда они поняли, что происходит, начали противостоять нашему. Для других, которым это было обращено, для тех из них, которые действительно жаждали выхода и которые жаждали этого выхода любым библейским путем, для тех из них, которые не были повязаны этими религиозными условностями и которые понимали, что именно Тора, именно пророки, именно Писание – это слово живого Бога, а комментарии и постановления мудрецов – это комментарии и постановления человеков. Для них это была радость, это был великий шанс вырваться из своей безнадежности, потому что многие места в притчах толковались именно в сторону безнадежности для неучебных. Мы не читали еще другие места, где говорится, что рожденный глупым не научится, мудрость в устах глупого, как кольцо в ноздрях быка и так далее. То есть есть в притчах места Писания, которые говорят о безнадежности для людей, считающихся. На самом деле они такие безнадежные. Сами по себе они безнадежны. Человеческой мудростью они не изменятся. Человеческим учением они не научатся. Но Бог, пришедший из Шуа, дал великую надежду всем, и Он сказал, каждый, кто хочет учиться не у людей, я у Бога, каждый сможет научиться. Каждый, кто отчаялся, идите ко мне, потому что я принес вам Тору любви. Вы видите, это то, что разделяло общество израильства. Уже начало учения Иешуа разделяло общество израильства. Это одна из причин того, что Он сказал, вы думаете, мир я принес вам? Не мир, но меч. Потому что вначале, перед тем, как принять шалом Божий, народ Божий должен был сделать выбор, каким путем он пойдет. Или путями, которые только кажутся прямыми, на самом деле конец их путь к смерти. Или путями, которые действительно прямые, хотя над ними смеются знатоки, власть имеющие, эксперты и прочие. Второй путь непрестижный, второй путь связан даже с внешним, может быть, связан с внешним позором. На втором пути ждут гонения, но именно второй путь, прямой путь к Богу. Это не могло не разделить Израиль, это разделило Израиль. Вы помните пророчество Шимона Праведного, когда он держал младенство, Иешуа? Он на восстание многих в Израиле и на падение многих. Не только на восстание, а и на падение многих. Так и произошло. И опять же, я специально взял некоторые такие места, которые вызывают иногда недоумение. У меня в свое время это вызывало недоумение. Неужели Иешуа злорадствовал? Никогда, ни в коем случае. Он просто славил Бога за то, что Бог дает шанс всем. Он просто славил Бога за то, что слава Божия, она не для тех, кто гонится за человеческой славой и пытается ради человеческой славы удержаться у власти. Но слава Божия как раз для тех, которые этой славы человеческой не имеют и не считают себя ее достойными. Для тех, которых, возможно, отбрасывают в грязь и у кого по понятиям славных нет надежды. Он славил Отца, не ограничившего свою любовь религиозными путями. Он славил Отца, который открыл простой детский путь к нему. И это действительно выход на все времена для всех искренних верующих. Я дочитаю. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Не да, Отче, ибо таково был Твой гнев. Не да, Отче, ибо таково был Твой суд. А да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Ибо такова Твоя добрая воля, которую Я раскрываю, говорит Исшел. Здесь нет ничего плохого и злого по отношению к мудрецам, по отношению к священникам и равеннам. Потому что, скажите мне, пожалуйста, когда Бог повернулся к младенцам, амгарец, не знающим и не ученым, скажите, пожалуйста, действительно ли Он закрыл доступ к себе священникам, фарисеям, равеннам и мудрецам? Нет, конечно. Вы помните, что многие из них потом пришли к настоящей иудейской вере через Иешуа. на самом деле Он продолжал стучаться в их сердце. Он просто не принял их порядка благовестия возраста. А затем их порядка благовестия для всего мира. Важно увидеть. И вот Его порядок, который описан в 27 стихе. «Все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. Здесь заявление Живого Бога. Здесь заявление Вечного Божьего Сына. Здесь заявление Машеха и Господа. «Все предано Мне, Отцом Моим». Абсолютно ни один Учитель не мог сказать так. Моисей не мог сказать так. Царь Давидов не мог сказать так. Только Он мог и только Он это сказал. И оказывается в этом Его благоволение. В этом добрая воля Отца. Добрая абсолютно не все. И теперь вопрос ко всем и каждому. Хочешь ли ты узнать Отца? Тебе придется узнать Сына. Вы представляете? Ты никогда не сможешь узнать Отца без Сына. То есть это на ранней стадии проповеди и учения Ишила уже прозвучала. Он сам заявил Хочешь ли ты узнать Сына? Ты никогда не сможешь это сделать по своим религиозным понятиям. Ты должен получить откровение от Отца. Заметь Сын Отец Сын Отец Одна из тайн которая скрыта здесь. Ты никогда не узнаешь Бога пока не войдешь в семью Божию. Ты никогда не узнаешь Отца пока не станешь Его Сыном. Ты никогда не узнаешь Отца пока Он действительно не станет твоим Сыном нет никакого иного пути стать Сыном Небесного Отца как только сдаться Его Вечному Сыну Ишову. И именно сдаться сложив все свои представления к Его ногам сложив все свои верования к Его ногам сложив все свои предрассудки и условия к Его ногам невозможно узнать Сына по своим понятиям только войдя в отношения между Отцом и Сыном ты сможешь стать учеником который действительно научится но для этого нужно родиться и стать плоденцем Божьим поэтому в 25 стихе и подобных ему смысл не только в том что мы должны умолиться и всю нашу житейскую интеллектуальную уже духовную гордость снять с себя смысл этого что только когда мы родимся в семье Божьей только когда мы родимся и станем братьями Ишуа тогда мы сможем познать истинное Отцовство и истинное Сыновство вот это условие истинное